Народ, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Как вы догадались уже, ну, судя по названию видео, сегодня будет очень важная тема. Пацаны, сегодня я хочу поговорить, как же не слить ту самую драгоценную статистику, за которую мы с вами все трясемся. Ребят, я не буду рассматривать сегодня именно самих игроков. Я хочу разобрать минимально, что каждый из нас сможет сделать в этой замечательной игре. И говорить мы будем, конечно же, про стоковые модули и расходники. Честно говоря, пацаны, меня эта тема, ну, реально накаляет, потому что я, ну, бесконечно вижу таких игроков. И особенно это касается про начинающие аккаунты. Пацаны, ну что не танк, то стоковая башня, что не танк, то стоковый какой-то модуль, там пусть там орудие. Я уже даже не говорю, пацаны, про экипаж, про снаряжение, амуницию. О том, что голду нужно возить, либо же фулл оборудование. Мы сейчас, пацаны, говорим о первом этапе на пути к нормальному проценту побед. Я не говорю даже уже про руки танкистов, оно само собой разумеющееся. Но без вот этого элементарного, пацаны, ну невозможно будет иметь какую-то нормальную приемлемую статистику. Никто не говорит там о каких-то пяти канатопах. Никто не говорит про какую-нибудь там статистику фиолетовую 80%. Я говорю всего лишь про приемлемую статистику, которая будет устраивать прежде всего вас самих, пацаны. И именно поэтому сегодня я хочу говорить про ИСУ-152, потому что у меня от этого танка сгорело просто в ноль, когда я его пытался выкачать в топ. Я до сих пор этого не смог сделать за несколько стримов. Пацаны, но у меня на ИСУ-152... Не это, конечно, ИСУ-152, а ИСУ-152, к которому вернемся чуточку позже. Ребят, мало того, что у меня на ней экипаж практически... Ну, если я не ошибусь, если я скажу около стопроцентный... Я катаю не на ББшках, я использую голду, и у меня есть оборудование, и мне страшно реально выходить в рандом. Как на ИСУ-152 катают вообще фулл сток? 50 экипаж, орудие там, я не знаю, фугасное вот это вот. Да это даже не в дело не в этом орудии, а вообще как оно передвигается? Стоковая техника, она же вообще никуда не едет. Оно не попадает, оно не пробивает. Ну, много фугасами ты там не наковыряешь, не сводится, не попадает. Да блин, чтобы в фугасы попасть, так тоже нужно какое-то никакое сведение. Вот поэтому, пацаны, я специально открыл ИСУ-152, который находится у меня в топе по выкачанным модулям, чтобы сравнить, пацаны, с тем ужасом, через который я вынужден был пройти. Итак, переходим для этого в технические характеристики и смотрим, пацаны. Я понимаю, что зачастую, ну, просто лень выкачивать, наверное, модули. Зачастую хочется побыстрее пересесть на танк уровнем выше. Но поймите, пацаны, то, что вы пересядете, вот, например, вкачав объект 704, ну, коре уж мы с вами рассматриваем именно эту ветку. То есть, если вы думаете, поскорее бы вкачать 704, вы что, прикалываетесь? То есть, никогда не нужно игнорировать особо важные модули. Я говорю сейчас про башню. Если мы с вами будем говорить про тяжелые танки и про орудия, это касается и тяжей, и средних танков, и ПТ-САУ. Никогда не нужно игнорировать. Но они не просто так существуют тут. Вы понимаете, что если вы будете игнорировать вот эти вот два орудия, да вы ничего не сможете сделать на объекте 704, пацаны, потому что на него просто не ставится орудие 8 уровня, и вы будете страдать на орудии 7 уровня. Вот, поэтому на ИСУ-152 нужно выкачивать все. Но стоит оно за 100 тысяч. Ну, то есть, если посчитать и вот это, и вот это, то около там 120, я не помню. Но, пацаны, ДПМ, когда вы выводите этот танк в топ, становится сразу же 2945. Но это не те же самые 2945, что мы имеем. Например, вот сейчас вот у меня на деструкторе 3482, подумали бы вы, да? Ребята, пробейте, обратите внимание, какой на подкалиберах 200 и на кумысах 261. Это практически невозможно играть против танков уровня номер 9. А именно с ними попадает ИСУ-152. Я даже уже не говорю про средний урон. Но другое дело, когда вы имеете пробитие 300 и 345, ну, в случае, если это калиброванные снаряды. То есть, есть ради чего, вы понимаете? Если вы хотите иметь нормальный процент побед, нормальную статистику и нормальный средний урон по танку, забудьте про стоковые модули. Забудьте про стоковую технику. Выкачивайте где-нибудь в режимах. Пробуйте, по крайней мере, это делать. Я понимаю, что я не могу вас заставить тратить, например, на свободный опыт. Но даже сказав про это, пацаны, я не ошибусь, если я скажу, что у многих из вас есть такая возможность. Но почему-то многие предпочитают, например, открывать контейнеры. Хотя из них тоже выпадает куча всяких приколов. Почему бы не воспользоваться этим и просто не выкачать танк в топ? То есть, вы, например, вот я сейчас катаю на ИСУ-152. Я коплю, вот у меня 1.31 миллиона на нем. Я исследую объекта 704-го. И спокойненьким, замечательненьким образом, ну, боевой опыт просто на ИСУ-шке, нельзя потратить на модули на объект 704-й. Вот поэтому я за боевой опыт исследую сам танк, а уже свободка, которая накоплена на ИСУ-152, если такая имеется, я трачу на модули на 704-м. Ну, и, например, если есть хоть какая-то возможность это сделать, например, орудие у нас уже есть, например, гусеницы и движок вкачать на самом объекте 704-м. Понятно, что боевой опыт фармится быстрее. Короче, пацаны, посмотрим теперь на танк реально ужас. Запомните, да, здесь у нас 2900, перезарядка 13 секунд, и 300, и 3145 пробития, и 99 фугасами. А теперь переходим к самому интересному. А вот и я, пацаны, вот наш ИСУ-152 и тот танк, который у меня сейчас находится на Евросервере. Ребят, посмотрите, вот я катаю на этом ужасе. Кто-то мне говорит, Вася, опробуй, пожалуйста, катать на фугаснице. И, кстати говоря, профессионал, блин, из комментариев. Фугаснице это орудие шестого уровня, а не уровень номер семь. Потому что уровень номер семь это деструктор, блин, не спорьте больше со мной. Итак, мы имеем вроде бы каких-то ошеломительных 3288 ДПМа. Но только вот, правда, пробитие 195. Как бы так себе, да? И на кумысах 237. Тоже, думаю, же, блин, проблемка, да? Ты попробуй 3200 этих реализовать, когда ты играешь против Е75, да даже против ИСА-8. Против объекта 252У. У тебя разброс вот такой вот, просто сумасшедший. Стоковые двигатели и стоковые гусеницы, пацаны. Но, пацаны, я не я, если бы я не показал вам бой на этом замечательном танке. Боже, пацаны, мне очень стыдно перед вами. Реально, что я выкатил вообще эту хрень практически в стоковом состоянии. Но на то я и стример, чтобы показывать контент. Пацаны, я на деструкторе. То есть я примерно, как имеет орудие ИС, по-моему, седьмого уровня. Если не ошибаюсь, китайский ИС-2. Но только здесь, да, повышенное ДП. Да, тут как бы ноль проблем. Повезло, пацаны, повезло, что я попался против танков уровня номер 8. Но могу сказать, что я имею огромные проблемы с пробитием Тигра 2. Если тот умеет танковать, да, голдой. Возможно, прямо стоящий Тигр я и пробью. Тигр 2. Я, например, получаю очень жестких люлей от СУ-152. Потому что как раз-таки на ее уровне нормально играется ее орудие. Если она еще и топовая. Ну и Ягдпантера, пацаны, это просто мега пробивная штука. И, кстати говоря, тоже с неплохим таким ДПМом. Еще и со скоростью. Ну и Йох. А Йох это что? Йох 8 уровня, пацаны. Это барабан, который снимает у меня все КП, блин, со своего одного барабана. А я отвечаю на слово танкиста. Пацаны, услышали меня? А? Что это один из лучших боев на вот этом орудии. Это один из лучших боев на этом орудии. Не потому, что я сделал что-то невозможное и что-то невероятное. Просто так повезло, так совпали карты, что я тут настрелял. То, что мне позволили настрелять. Вот, пацаны, как вы думаете, сколько примерно по времени череха вот этого сводилось? По моим ощущениям, секунд так ноль. Пробивает все. Ну, ИСУ-152 пробивается везде, если она не в твоих руках. Это давно уже нужно было принять, простить и забыть. Вот, великолепный настоящий ВСУ-1122, да? То есть, пацаны, вы понимаете, куда вы попадете? Вы попадаете к новичкам, ну, примерно таким же, как вы, да? Которые вот так играют, пацаны. Вы на стоке, у вас нет команды, и вы вынуждены побеждать, пацаны. Вот именно с этого начинаются проблемы, ты понимаешь? Если не ты, то никто тебе не поможет в этом рендоме. Супер хеллкат, который в меня фугасами стреляет, пацаны. Вот, вы просто вдумайтесь. Боже, у меня эмоции меня просто одолели. Хотя этот бой был, наверное, неделю назад. Меня просто одолевает эмоция от этого супер хеллката. Блин, это отличный танк уровня номер 7 с прекрасным пробитием. Что он делает? Там, ну, там не было никаких настолько картонных танков, чтобы он кидал под ним фугасами. То есть, я бы мог предположить, если бы он в борща кидал фугасами. Так и пробития у супер хеллката недостаточно для того, чтобы в легкую унижать борща фугасами. Да вы понимаете, в чем прикол? Люди видят на альфу фугасами, которая составляет, ну, в 2, может быть, там, в 1,5 раза больше, чем обычная ББЧ, и берут ее, и берут фугасами, потому что думают, что они больше будут настреливать, урода, ну, вдумайтесь. О значениях пробития они даже понятия не имеют. А сведение, пацаны, сносное сведение могло бы быть хуже. Финальная точность иногда будет подводить. Я даже не хочу называть преимущество этого орудия, потому что прошу вас. Пацаны, знайте, что на ИСУ-152, чтобы играть комфортно, нужно орудие БЛ-10, которое вам очень сильно понадобится на объекте 704. Не наибог вы на 704 будете играть на обрубке, потому что орудия там, по-моему, 8 уровня недоступны. Ну, просто я вас умоляю, пацаны, вы еще не знали, что такое боли, если это 704, еще если у вас 50% экипаж, если у вас нет еще и никакого оборудования, просто можете сразу удалить танки, пацаны. Я говорю просто, чтобы подсказать, помочь вам. 2600 урона я... Ну, ребят, на самом деле, это для 8 уровня, это абсолютно нормальная цифра настрельного дамага. Я просто говорю о том, что это один из лучших боев по количеству настрельного урона на этом орудии, ребят. Хотя я не скажу, что я прям вообще-вообще не понимаю, как играть на этом танце. Просто я хочу вас предупредить, что будет сделать достаточно тяжелое. Ну, и 2941 урона я сделал. Это, наконец-таки, победа. И после этого боя, если я не поту, пацаны, я себе сказал, наверное, только если за какое-то хорошее вознаграждение стоит выкатывать стоковые танки. Ну, просто в остальных случаях, ну, оно того не стоит. Что по эффективности команды, давайте просто немножечко посмотрим, сколько настрелял вот тот самый супер хеллкат, 264 урона, 50% побед, ребят, 1700 боев. Я не могу назвать его самым донным игроком Бритца, но, тем не менее, вот он кидал фугасами. Вот наш ИС, который настреливает 420 урона, то есть как бы дает одну тычку. Народ, я очень надеюсь, что вам зашел такой контент, вы и поняли, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нужно выкатывать на стоки. Хотя бы выкачивайте модули в топ, пацаны. Особенно те, которые жизненно необходимы. Это орудие и башня. Ну, хоть как-то, чтобы наносить дамаг, чтобы хоть получилось вам это сделать. Дальше, пацаны, вы хотя бы, ну, на 75 пробуйте делать экипаж, либо выкачивайте его в каких-то там, блин, я не знаю, там режимах. Ну, и, конечно же, амуниция и остальные все расходники и оборудование. Все, пацаны, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк. Ну, и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok